А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 793 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А в это время Соединенные Штаты несколько недель назад в тайне от русских освободителей и бункерных кремлевских стратегов поставили вооруженным силам Украины 100 дальнобойных ракет Атакамс. Только Шойгу об этом не говорите. А накануне российское издание важной новости заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова это государственная измена, а не получение взятки, как было заявлено ранее. Очень даже может быть, что этот высокопоставленный военный чиновник ВС РФ является агентом ЦРУ. И все последние 5 лет сливал самую секретную стратегическую военную информацию в это чудесное американское ведомство. А в это время американская военная помощь в 61 миллиард долларов для Украины заработала полным ходом. В Украину нескончаемым потоком устремились бронированная техника, снаряды, бомбы, ракеты, средства ПВО и другое необходимое оборудование и вооружение. И утилизация российских оккупантов уже проходит очень успешно. И так будет до полной и безоговорочной победы над русским миром в Украине. Ура! А за последние сутки еще 950 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 463930 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова